Субтитры делал DimaTorzok Встреча оказалась совершенно неожиданной для Чадова. Он очень удивился, повстречав Сакина в клинике для наркоманов, я поехал в центр реабилитации наркоманов. У нас там была встреча, наркоманы сели по кругу и начали представляться, десятый человек, я его сразу не узнал, встает и говорит, я Сергей Сакин. И я в ужасе его узнал, цитирует Андрей Чадовар НТВ. Как выяснилось, 40-летний Сергей Сакин долгое время лечился от алкогольной и наркотической зависимости. Последние два года он жил на подворье Никитского монастыря и занимался реставрацией храма, подрабатывая в интернет-журнале. В 2017 году Сакин переехал в деревню под Мышкином, при этом периодически он возвращался в Москву навестить родителей и детей. Однако, по словам знакомых, столица негативно влияла на Сергея, в каждый свой приезд он срывался. В ноябре прошлого года Сакин настолько увлекся, что было решено отправить его на лечение в Москву, вот только родители так его и не дождались. Напомним, 4 мая труп Сергея Сакина нашли в окрестностях Мышкина. Друзья пропавшего участника программы «Последний герой» подтвердили информацию о его смерти. Продолжение следует...